имени Ломоносова, автор книги «Конец одного величия. Власть образовали печатное слово в императорской России на пороге освободительных реформ». Евгений Мезенцев, выпускник факультета архивного дела Московского государственного историко-архивного института, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, автор монографии «Война России с Наполеоновской Францией в 1805 году» и... Мы попробуем на его пути, на его биографии, с одной стороны, еще раз взглянуть на то время. Не всегда адекватно оцениваемые, либо берутся вот только эпизоды. А вот в таком потоке временном не всегда удается взглянуть. И через личности, подобные генералу, мы попробуем и восстановить события. Он не собирался, насколько я знаю, быть военным. У него семья была отнюдь такая, не очень... Не было военных традиций в семье. В принципе, да. Но его же определили в Павловский корпус сначала. В Павловский корпус, да. Который в то время не был специализированным военным, да. Там широкого профиля было, и больше для придворной службы, так сказать, обучали и прочее. Но постепенно, так сказать, когда его Павел Первый, по окончании корпуса, он понравился ему своей расторопностью, усидчивостью, ревностью к службе, как тогда говорили. И он его произвел в поручике Лев-гвардии, гвардейского, прибражденского полка, и флигель-детантус им назначил. И он под долгой службой присутствовал все время по разводах, там, парадах, там, выполнял всякие поручения. Царяр заезжал там по, так сказать, войскам, вот. И он втянулся в это дело, в общем-то, и оказалось, что это вполне по душе ему пришлось, в общем-то. И потом он уже, эту военную карьеру, он уже, так сказать, с душой уже служил, с ревностью, с усердием. И до фельдмаршала служился, и был одним из четырех полных кавалеров Георгиевского креста. Все четыре степени ордена Георгия. Это очень редкие случаи за историю русской армии. Все четыре было таких, да. Дибич, Паскевич, Кутульф и Барклай. Правда, говоря о карьере, нужно сразу сказать одну очень важную особенность, связанную с ее величием и блеском, да, которая тут же рядом, тут же рядом притягивает к себе, и желание бросить на нее тень, и противоборство различных тенденций, так сказать, и то обстоятельство, что военная – это всегда остро конкурентная среда, и чем выше человек становится, тем больше его деятельность вызывает нареканий. Наконец, наступает переломная эпоха, когда, если человек себя прочно связал с определенным политическим курсом, да, с определенной личностью, которую его олицетворяет, это был император Николай, то и его судьба так или иначе связана с тем, каким посмертно изображают Николая I, который, как мы это знаем, является самой черно-белой фигурой, одной самой черно-белой фигурой в русской истории. То есть здесь историографическая традиция существует, либо небольшое, абсолютное меньшинство, только апологетическое, так сказать, которое стремится показать его рыцарям без страха и упрюка, либо традиция, которая просто его перечеркивает как почти пустое место в русской истории, это 30 лет давления всего живого, духовного подравления народных сил и так далее. Но проходит время, мы разочаровываемся во многих стереотипах, связанных с свободой, с стереотипами, связанными, так сказать, с тем, что к чему стремилось русское освободительное движение второй половины 19-го начала 20-го века, а значит, и с теми стереотипами, которые так или иначе культивировало в объяснении исторического процесса русская классическая историческая наука, которая тоже развивалась в лоне вот этого самого освободительного движения, то есть в лоне широкой массы, широкого потока, который называется русской интеллигенцией. Либерального такого плана, да. Совершенно верно либеральное, социалистическое, социал-демократическое и так далее. И, соответственно, в этом потоке сразу же, так сказать, как только мы чувствуем, что он закончился, по сути дела, что мы сейчас вступаем в новую эпоху, и многое предстает по-другому. И те фигуры, образы которых нас устраивали в какой-то момент, просто потому, что нас не беспокоили, не вызывали вопросов, да. Невольно сразу же, так сказать, притягивать себе внимание, потому что критика традиционная, то, на чем основывалась их критика, она резко выглядит теперь слабее, да. Например, готов ли читатель, скажем, современный слушатель, современный любитель истории принять такую, скажем, тот факт, что среди, допустим, одним из самых выдающихся социально-экономических достижений Николаевской эпохи были военные поселения, скажем, где был самый высокий уровень жизни, уровень благосостояния среди российского крестьянства, самая высокая производительность труда, и тот факт, что до самого своего своей отмены эти военные поселения сохранили рентабельность. Это же Аракчеев делал, а то, что делал Аракчеев, значит, согласно традиционным, ну, не скажу советским, но традиционным в советский период истории мнением было отрицательным. Но важно и то, что после ухода со сцены Аракчеева, которого, кстати, Николай I не любил, который повел себя очень, мягко говоря, неблаговидно во время декабристского загнат, мятежа, Николай это отметил, он уволил его с почетом, но сами военные поселения подверглись переоценке. То есть они в 1330-е годы были приняты ряд реформ. Алексей Аракчеев, граф, государственный деятель, генерал от артиллерии, фаворит императора Павла I. С 1796 года комендант Санкт-Петербурга, затем генерал-квартермейстер всей русской армии, а с 1803-го инспектор артиллерии. Провел ее реорганизацию. Занимал посты военного министра, председатель департамента военных дел Государственного совета. С 1815 года доверенное лицо императора Александра I. С 1819 главный начальник над военными поселениями. По повелению Александра I Аракчеев разработал проект освобождения крестьян, который не был осуществлен. С 1826 года Алексей Андреевич Аракчеев жил главным образом в своем имении. Военные поселения дали очень существенную экономию казни. Другое дело, что в ту пору, когда вся Россия подошла к кардинальным реформам, это, естественно, было неизбежно, вечных политических и социальных систем не бывает в мире. Все в этом мире бренно и требует соответствующих изменений рано или поздно. В этот момент военные поселения были частью той системы, которая принадлежала реформированию. Их отменили, исходя из общего взгляда на будущее России, который видели в направлении, прежде всего, в направлении развития продиктованного перспективой освободительных реформ. 60-70-х годов. Кроме взгляда на общественные процессы в России, существовало еще и враждебное окружение. Существовали еще вызовы времени. Необходимо защищать свою родину. И вот эта военная косточка, которая всегда в России уважалась и на ней многое держалась. Элита. Да, и элита, и отношение к службе, и к самому слову служение. Сегодня у нас служивые люди, особое к ним отношение. Тогда было другое. И сами они относились к службе. И поэтому тот консерватизм, может быть, или консервативные подходы, которые генерал Паскевич, Иван Федорович, и с ним многое связано, они не были популярны. А вот сейчас мы попытаемся за вот этот час, во время которого мы будем искать нашу истину, попытаться не то, что объяснить, а попытаться хотя бы некоторым образом представить, как жило и общество в то время, и почему вот такие выдающиеся деятели, генералы, как Паскевич, вызывают и, с одной стороны, восторг, а с другой стороны, огромное презрение, недоверие, критику, потоки разных не весьма нелицеприятных высказаний. И вот эта противоречивость, она и показывает отношение к, как правильно сказать, черно-белому, наиболее черно-белому этапу русской истории 19 века, как время Николая. Ну, вернемся к самому началу. Вот Пажевский корпус, начало карьеры при Павле. Кстати, он не любил вспоминать этот период. Ну, просто личность Павла была, так сказать, весьма оригинально самобытная, так сказать, ну, это известные его шпички гнева, которые потом сменялись, осыпал милостями, потом мог опять, так сказать, отправить, уволить со слуга ссылку. Вот, ну, видимо, на Паскевич это производило не очень, было приятное впечатление. Вот, и, может, он бы считал, что вот это вот, его приближение, это, так сказать, не очень надежно и ненадолго, и, если бы Павел остался жив, то, в общем-то, неизвестно, как дальше бы сложилась карьера его служебная, насколько бы Павел оценил бы его способности дальнейшие и прочее, и продвигал бы дальше по военной линии. А Александр был человек более, хотя он более был скрытный такой, считается, что Павел был более откровенный, действительно, искренний, в своем гневе, там, и прочее, таких поступков. Тот был более такой скрытный, в принципе, на уме Александр. Но, по крайней мере, он как-то более ровно относился к военной элите, можно было как-то более-менее предсказать какие-то действия его отношения. То есть, у таких-то резких метаний в своем отношении к человеку, как у Павла было, у Александра было более ровное отношение. Поэтому, возможно, именно поэтому как-то вот к Александру, тем более к Николаю, у него более такой симпатии остались, чем к Павлу. Военные всегда, они стремились воевать, потому что, сидя в казарме или вот находясь на обычной службе, не было продвижений. И вот русско-турецкая война 5-6-го. 6-го, 12-го года. Да, 6-го, 12-го началось иногда. Вот это был такой этап, достаточно серьезный в его карьере, и он, ну так получилось, что он смог быть прикомандирован там командующим, он даже был адъютантом, тем не менее, будучи вроде бы при штабе, при такой хорошей должности, из карьерной точки зрения хорошего, тем не менее, принимал участие в сражениях и был как раз награжден одним из первых своих больших крупных боевых наград. Да, конечно, для стартовых условий, лицо особо из-за человека, известного императору, это очень важно. Да, и адъютантом главнокомандующего, это тоже замечательно, но не менее, так сказать, важно то, что он был способен себя проявить как боевой офицер. Здесь судьбоносной фигурой, по его собственному утверждению, был для него Иван Иванович Михельсон. Вот как раз в роли главнокомандующего, так сказать, он его считал своим отцом, так сказать, и учителем в военном искусстве. При нем он проходил свою службу в качестве строевого командира и отличился настолько, что по итогам войны он уже был генералом, так сказать, он перед непосредственно... Он 30 лет не было, по-моему. Да, ему было меньше 30 лет. 28. 28 лет он был генерал, получил чин генерал-майора, и ему было поручено формирование новой дивизии, да, за счет, с небольшой долей кадровых, так сказать, солдат, он приступил к формированию новой дивизии, которая получила номер 26, 26-я пехотная дивизия, с которой и он и прошел Отечественную войну 1812 года. Паскевич, это бесспорно, это один из блистательных генералов этой войны. Вот мы же начали передачу как раз с фразы Александра, сказанную в Париже, по-моему. Вот здесь надо различать одно важное обстоятельство, поскольку у нас, как бы сказать, здесь идут навстречу два процесса. Мы говорим о карьере военного, да? Да. Но мы должны быть... Вот мне кажется, интрига в чем заключается? Чтобы скорее перейти к эпизоду, когда его деятельность будет начинать, как бы вызывать разногласия в политических оценках. Вот тогда... Ну да, пока он был герой 90-го года, то все согласны. Вот представьте себе, если бы Александр Христофорович Бенкендорф бы умер до 1825 года. Это был бы герой русской истории. Герой без страха и упрека. Партизан. Блестящий кавалерийский начальник. Там вообще личная жизнь потрясающая. Там романы, так сказать. Там все светский лев, так сказать. Понимаете? То есть для чего? Для сценической постановки, для ВД Виля, для героической поэмы. Для чего? Пожалуйста. Но произошло событие. Третье отделение, да. Возникло. Там одна история с вывозом от Мазельжов, чего стоит из Парижа, понимаете? Под носом у Фуше, начальника министра полиции, так сказать. То есть, ну, известный тоже не менее блестящий, так сказать, момент. Это приключение, так сказать, полковника Чернышева, который выкрал стратегические планы развертывания Великой армии на Висле, не более, не менее, так сказать. В этом отношении Бенкендорф его не уступал. Паскевич, он был непридворный, конечно, он был дальше от двора, но его личность, его карьера, его поведение на поле боя, конечно, ему из заслуженности искали славу бы одного из блистательных генералов, да? 26-я пехотная дивизия легла к Осьми на Бородинском поле. Она практически вся погибла. Да, совершенно верно. Он принял, и Иван Федорович держался, так сказать, держался самым, так сказать, достойнейшим образом. И в этом смысле его, так сказать, к нему, вполне естественно проявил интерес, так сказать, и один из великих князей, это был Вегнязь Николай Павлович. В ходе, так сказать, завершения Наполеонских войн он с ним познакомился, был с ним в Париже вместе, так сказать, и к моменту, это тоже, конечно, судьбоносно имело значение для его карьеры. Это был один из всех генералов, да, под началом которого он служил в гвардии, и характерно, что он до самого последнего момента, он до самой смерти будет в письме, это единственный человек, к которому он обращался, мой любезный отец командир. Есть одна важная особенность политической Николаевской системы. Николай I использовал моральное значение победы 1812 года и того, на что, так сказать, того величия, на которое, так сказать, того пьедестала, на который возвели Россию, герой этих событий, понимаете, и то, собственно, и моральное значение, он максимально это использовал во внутренней политике для воспитания будущих грядущих поколений в духе полного доверия к власти, да, и это был мощный, вот не только, когда говорят, что, так сказать, обычно повторяют пестоли, мы все были дети 12-го года, люди консервативно мыслящие, и сам Николай I, он тоже был дитя 12-го года, в буквальном смысле слова. Он был подростком, который, так сказать, мечтал, он хотел, так сказать, как многие другие попасть на войну, он мечтал о подвигах, но он по возрасту не подходил для этого, да. А это были живые герои для него. Это был один из тех живых героев, которым он благоговел, так сказать, до самого последнего момента, так сказать, да, и которые буквально занимали ведущие позиции в Николаевском правительстве все эти 30 лет. Если вы посмотрите, министры, главноуправляющие, там, члены начальных председателей Государственного Совета, это просто боевые генералы, буквально, это командиры дивизии Бородинского сражения, буквально. Понимаете, вот это, когда вот на ореоле, на культе, вот на славе, так сказать, на их заслуженных, так сказать, достоинствах, вот была построена вся система общественно-политического воспитания, да, конечно, офицерского корпуса и гражданского воспитания в целом. То, разумеется, в традициях сословной гражданственности в соответствии, так сказать, социальным условиям того времени. И вот в этом как раз и во многом и секрет, и судьбы Паскевича, его реальной, как военачальника, и человека, с которым одним из центральных фигур в русском стратегическом планировании 2-го четверти 19-го века, и его посмертные судьбы как образа в русской истории. Я хотел бы, чтобы у публики наиболее такое рельефное сложилось мнение об этом человеке, коротко о его участии в войне 1912-го года. Ведь он под началом Багартиона воевал, и я не помню, участвовал ли он в Смоленском сражении. Участвовал еще как. Да-да-да, там был эпизод, да. И в Бородиной, потом дальше он и в Дрездене, и под Красным, и на Березине. На Березине он немножко не успел. Паскевич, его имя, ну почти, за редкими случаями, оно везде стоит. Везде, так сказать, везде он держался, так сказать, достойно. Не было рачи. Да, он не был. Контужен как повезло. Паскевич... Он несколько раз в течение жизни, во время Турецкой войны, он был в пуле, в голову ранен. Вот. У Паскевича раны были. Потом контузии несколько у него было. Последняя контузия была под селестой в 1854-м году. Уже в Крымскую войну. Так что ему хватало... Почему довольно тяжелая, да. Вот. Ему хватало со здоровьем, у него было тяжело. У него было много болезней, так сказать, ну и, наверное, не последняя, так сказать, в общем-то. И то, что его свело в могилу, обычно считается, что он умер от рака. Вот. Но держался он даже, так сказать, во всяком случае, он держался мужественно в молодости, в зрелые годы, так сказать, переносил все, так сказать, раны и страдания и лишения, так сказать, и, в общем-то, и умер достойно. Ну, в Бородинском сражении, вот я смотрел цифры, треть только выжила, и то там, может быть, еще меньше из тех, кто вышел на поле, ну, непосредственно вот, редут эти, которые известны, известны как батареи. Да, было несколько дивизий, которые просто исчезли. Ну, там, Воронцова, например. Вторая сводная геннадерская дивизия Воронцова просто исчезла вся там, от трех тысяч геннадер 300 осталось. 26-я фехотная паскивича. Из шести полков, которые входили в 26-ю дивизию, осталось 1200 человек, то есть меньше полка даже. Было шесть полков, осталось меньше полка в конце сражения. И его дивизию пришлось сменить, там, другую потом поставили на эту куруганную батарею. То есть это примерно пятая и шестая часть, вот так собственно говоря. Да, и причем Паскевича, вот все отмечают, да, под ним было две лошади убито в Воронцовском сражении, вот, и он лично водил в штыки. Лично? Лично в штыки батальон отдельные водил, да, чтобы ободрить войска и прочее. То есть вот то, что у нас перед глазами стоит из фильма Бонарчука, когда офицер, и видно, что это не младший офицер, а старший офицер, вынимает шпагу и... Ну, как в Игратион, да, в фильме Бонарчука, и все там за ним дружно пошли, так вот. Нет, тут это эпоха, так сказать, эпоха, когда, конечно, вообще солдаты любят, когда их ведут, в бой не посылают. Да, не когда командир звать говорит, да, вперед, там, ребята, я за вами, да. А когда он лично пример подает, тогда стыдно даже просто отставать от командира. Да, даже вообще брать, если брать даже Николаевскую эпоху, вот можешь себе представить, чтобы во главе своей дивизии, а это ведь помнится сражение на реке Черное, 4 августа 1556 года, чтобы член Государственного Совета, генерал-эншеф, да, это имеется в виду ряд, конечно, имеется, да, вот, который, будучи во главе своей дивизии, погиб, получив, ну, по одной версии, я говорю, в одном месте, так сказать, есть, говорят, что он, так сказать, был заколол, более достоверные сведения, что он был убит осколком прозорвавшейся бомбой. Момент, когда Паскевич достигает своего, так сказать, своей наибольшей перспективы, да, если человек, который называет его ему любезно, отец-командир, становится императором, да, то, соответственно, он получает возможность себя проявить как самостоятельный полководец, да, то есть, как главнокомандующий, вот, и для него, конечно, первые три тяжелых войны, которые, в общем-то, прошу, так сказать, которые вынужден был провести Николай I, война с Ираном, русско-турецкая война и русско-польская война, то есть, польский мятеж, который перешел в русско-польскую войну. Паскевич здесь себя проявил как главнокомандующий отдельного кавказского корпуса. Компания в Закавказье, завершившаяся против Турции, завершившаяся взятием разрума, может быть, менее вызывает критики, чем его последующие, так сказать, события, так сказать, его военной карьеры, в частности, вот как раз и следующая за ней польская-русская война. Здесь есть традиция критиковать Паскевича с позиции тех тенденций, которые проявил предыдущий главнокомандующий Иван Иванович Дебич. Есть и замечательные оппоненты у него, это яркие очень фигуры, вроде, так сказать, Карла Федоровича Толя, любимца Кутуза, выдающегося, так сказать, инженера и генерал-квартирмейстера, который был смертельным врагом Паскевича, так сказать, на всю оставшуюся жизнь и считал, что, в общем, польская кампания была затянута им, неоправданно. Но Паскевич был верен своему слову. Он дал, так сказать, дал гарантии, что за три месяца он закончит войну, и он это сделал. Война закончилась почти длившийся свыше суток, так сказать, постепенно штурмом Варшавы, в ходе которой польская столица была взята, и основной очаг сопротивления был подавлен. Вернемся мы к закавказской истории. Я бы не хотел сейчас... Вот линия на его решительность, на продуманность действий, то есть на профессионализм военный и обоснованность решений, она понятна. Я хотел бы вернуться к двум, точнее, даже к трем эпизодам вот этой закавказской кампании. Ведь он проявил себя там как очень храбрый генерал. Там меньшим числом, буквально один к десяти, он противостоял турецким войскам и играл несколько крепостей. Такого соотношения не было. У них больше турок было, но не в десять раз. Это слишком. Слишком, да. Конечно. Это у персов когда, да. Против персов были и пятнадцать. Понимаете, европеизация персидской и турецкой армии шла очень медленно. Суворов когда-то предвидел, что боеспособность турецкой армии будет все более и более возрастать. То есть численностью будет становиться более компактно, так сказать, а качество будет возрастать. Как он сказал, Петра Великого у них не будет, но мерсенеров, то есть наемников будет предостаточно. Прежде всего, это достаточно высокого класса специалистов французских, прусских, австрийских, может быть, в меньшей степени, британских, если бы так интересно. Которые способны, так сказать, вполне способны оказать помощь турецким вооруженным силам, персидским вооруженным силам. Но многое, конечно, зависит от способности эти советы правильно принять. Но действительно, качество турецкой армии значительно уступало русской. И кавказская армия, там она действительно воевала нечислом умением очень долгие годы. И, собственно говоря, самой сложной задачей была предотвращаться, собственно, победа, прежде всего, так сказать, замирение Кавказа, то есть прекращение там партизанской войны, которую вели северокавказские городцы. Что же касается... С Ермоловым отношения все сложные были. Да, с Ермоловым и, в принципе, Паскевичем можно критиковать за то, что он первоначально неоправданно отбросил точку зрения Ермолова о том, что Кавказская крепость, обороняемая полумиллионным гарнизоном, как он писал, в турбу историч, потерь поведем же осаду. Алексей Ермолов, военачальник, генерал-танфантерии, генерал-атт артиллерии. В Отечественную войну 1812 года начальник штаба 1-й Западной армии. Прославился при битве при Бородино. После ранения Букратиона он был послан Кутузовым на помощь левому флангу русской армии и по пути выбил французов с центральной батареи Раевского. После Бородинского сражения Ермолов, начальник штаба объединенных армий. Затем начальник артиллерии союзных войск, командир гвардейской пехотной дивизии, а с октября 1813-го командир русского и брусского гвардейских корпусов. Ермолов отличился в битве при Кульме и в сражении при Лейпциге. В 1814-м Ермолов командовал русским и брусским гвардейскими корпусами при взятии Парижа. С 1816-го по 1927-го года командир отдельного кавказского корпуса и главный управляющий в Грузии во время Кавказской войны. Осада и создание системы блокады, создание линий, войсковых линий, которые должны все более и более сжимать Кавказ со всех по всему периметру, что должно пресечь серьезные попытки существования разбойничьих государств за счет грабежа и работорговли, эта линия Паскевичем была оставлена в пренебрежении на некоторое время. Он думал, что Кавказ может завевать, совершив туда экспедицию, большой и крупной массой войск, что было, конечно, неверно. В этом отношении он быстро понадобился Николаеву на другом на Европейском театре военных действий, из Кавказа был отозван. Но его память о нем, конечно, в истории Кавказской войны осталось очень серьезной, так сказать, в летописи Кавказской войны. И, конечно, по прошествии времени к прежней Ермоловской линии, без упоминания этого имени, которое оставалось пока не в честил Николая, Николай Павлович очень поздно признал, что, так сказать, Ермолов тоже в каком-то смысле был жертвой интриг, то есть ему наговорили, так сказать, его оговорили, прежде всего, перед ним самим. У Ермолова, как и у Паскевича, были серьезные враги. Но оговорить Ермолу было проще, чем Паскевич. Паскевич после окончания войны с Польшей, он сделался главнокомандующим так называемой действующей армии. Действующая армия – это совершенно особое соединение, это главное ударное, это постоянно существующее в мирное время, так сказать, армия, нацеленная на западное стратегическое направление, ключевая структура при общем мобилизационном развертывании сухопутных войск России, плюс еще и оплодающая определенными полицейскими функциями при поддержании порядка в царстве Польска. Ей, Паскевич на этом посту оставался, он командовал до 1856 года, до самой своей смерти. И все военные тревоги связаны, так сказать, прежде всего, конечно, с революцией 1948-1949 года в Европе, вот, и последующими за ней военно-политическими изменениями, и затем, и, так сказать, события Восточной, или как чаще называют, Крымской войны. Вот, все это связано с его личностью, и он, в общем-то, его стратегические решения и предположения в этих событиях, можно сказать, играют, если не есть, но, в всяком случае, очень крупные. Мы о них подробнее поговорим чуть позже, я хочу оставить это вот на, скажем так, на завершающую часть нашей программы, а для этого, до этого мы попробуем проследить его окончательный путь, и я хотел остановиться вот на этих эпизодах Закавказской войны, когда он штурмовал укрепленные районы. Ну, Еревань, там эти крепости. Да, Еревань, конечно, Эрзрум, да. Это были крупные такие крепости, которые, значит, турецкий гарнизон удерживал, удерживал очень успешно. Вот, и тем не менее, он все-таки решался на штурм, а надо понимать, что это была удаленная экспедиция военная, там особых резервов ждать было неоткуда, то есть нужно было рассчитывать сам на себя, и военное поражение даже незначительное на каком-то этапе могло повлечь просто крах к катастрофу. Поэтому риск был очень большой, и тем не менее, он отваживался на вот те действия, которые потом привели к безусловной, даже триумфальной победе. Ну, тут что можно сказать. Он, конечно, в это время, он был довольно еще решительным действием, в отличие от Крымской войны под Селестрией. Не боялся еще, так сказать, помрачить свою репутацию, какой-то неудачи там случайной. Но многое ведь еще зависело от того, что путем команды оказались из боевых ермоловских войска. То есть он пользовался плодами в значительной мере трудов Ермолова. Они привыкли, эти войска на Кавказе все время воевали с горцами к таким активным, энергичным действиям. Тогда было сосло много декабристов, талантливых офицеров, типа Бурцева и прочего. Они, кстати, поручали самостоятельные экспедиции, зная, что они сделают, они способны. Они, например, Бурцев, Умравьев, они сняли турецкую осаду с этого Сахал-Циха. По-цахову сам лично туда не пошел, он послал эти отряды, они сняли эту осаду, отбили турок. В дальнейшем он не мог везде сам лично быть. Он тоже активно использовал эти ермоловские выношки, офицеров, которые были под его командой. Он поручал очень ответственные задания, они всегда с успехом выполняли. Но поскольку он был главнокомандующий, естественно, основные заслуги, слава ему перепадала. Ну да, и титул Эреванский это же получил. Сражение при Ганже, Елизавет Поле, за что он получил золотую шпагу, осыпанную бриллиантами и с надписью «За поражение персиан при Елизавете Поле». Там же главную роль сыграл Мадатов, генерал, который командовал первой линией русских войск и своими умелыми манерами прогинул перса, а Паскевич оставил подкрепить его и довершить победу. Ну, опять же, главное, сказать, заслуга Паскевичу доставилась, естественно, слава, поскольку он главнокомандующий был. Потом из-за интриг Мадатова на время надстранили. Так что, Ермоловский генерал был, там вот сложные были очень интриги эти, взаимноотношения между Ермоловым и Паскевичем. Так что, когда его направил в 1926 году, после коронации Николая I, он формально его подчинил Ермолову. Хотя войсками непосредственно должен был командовать Паскевич. В 1926 году там особых активных действий не было. Они отражали в основном набеги персов. А на 1927 год Ермолов и Паскевич послали свои планы следующей кампании. И генеральный штаб утвердил план Ермолова, который показался ему более оптимальным. Но из-за жалоб на Ермолова, в том числе и Паскевич писал на его жалобы, царь снял Ермолова и назначил Паскевича, главнокомандующего Кавказским корпусом, поручил всю ему. В этом плане, вот эти отношения, когда он был причастен к смене Ермолова и к тому, что царь удалил его, он не доверял Ермолова, считал, что он связан с декабристами и прочее. Там прямых связей не было, но какие-то там у него были определенные контакты. Или это было связано между собой тут доказать? Военная – это остро-конкурентная среда. Есть солидная история трения между азейцами и столбовыми московскими дворянами. Есть Ермоловская фронта. Государь сделает имени немцем. Эти люди редко пропадают. Но здесь, Евгений Ильич Лавович, я бы хотел все-таки, я бы не стал бы объяснять боеспособность Кавказской армии, обязательно присутствует там офицеров-декабристов. Думаю, что здесь речь идет прежде всего о специфике театра военных действий. Я говорю, что армия была великолепно адаптирована к этому, как раз к этому. Вот это очень был важный компонент политической системы Николая Первого, простите, военно-политической военной системы Николая, который был утрачен впоследствии. Это наличие группы независимых главнокомандующих на важнейших стратегических направлениях. Главнокомандующий в отсутствии государя обладает власть его величества, да? Которого можно отстранить только особо высочайшим манифестом. Теперь, что касается Селистрии, сразу скажу, Селистрия это была особая стратегическая ситуация. И здесь дело не решительности Паскевича, в чем бы упрекали, а в более трезвом понимании большой стратегической перспективы. Потому что осада Селистрии велась, во-первых, по личному воспоряжению, под давлением императора. И Паскевич изначально был против этого. И самое главное, Паскевич, вот есть образ очень хороший, он садится на стабурет, так сказать, перед осадой крепости, и смотрит, куда? Он смотрит на Карпатские перевалы. Там он получает разведданные о быстрой концентрации австрийской армии, которая сейчас ударит нам в тыл. И именно поэтому, зачем нам нужно... Ну, что от того, что мы перешли Дунай? Во-первых, мы упираемся во французский корпус, который уже высажен подварный, да? Но ведь цель Паскевича была в чем? Он пишет Пеншикову, что он пишет письмо, что моя цель такая, что я, находясь, удерживаясь пока здесь, я притягиваю на себя десанты союзников. Они пока подварные, потому что, когда я уйду, они будут искать другой путь, где в другое место для высадки на Черном Боре. То есть, ну, подтекст, это не говорится прямо, но это подразумевается. Вот это очень важный момент, потому что Паскевич, это уже событие, которое связано с весной 1854 года, вплоть до самого лета, он с начала 1854 года, он будет убеждать императора, что Дунайские княжества, которые, оккупацию которых мы избрали только в условиях, только для того, чтобы оказать давление на Турцию, не более этого. Потому что все, что касалось, я сейчас-таки забегаю вперед, потому что, ну, стратегия и стратегия. Стратегия – самый сложный момент. Объяснить действия главнокомандующего, где он полностью самостоятельный, где-то, так сказать, на изолированном театре военных действий, так сказать, каким было бы, так сказать, Кавказ и Закавказье, это гораздо проще. А вот объяснить стратегию России в восточной войне – это куда сложнее. Так вот, здесь надо иметь в виду, что в тот момент Паскевич, именно на рубеже 1953-1954 годов, где-то на конце, в начале, он постепенно пришел к выводу, что Россия остается одна против всех остальных великих держав. Да, это тема и стратегия его одиночества. И поэтому он писал, вот я, если, так сказать, мне будет предоставлено время, даже, так сказать, и существует, может быть, самый драматический момент в его карьере, так сказать, это, у нас есть памятник этого момента, это записка его, 20 марта 1554 года. Если вы мне отдельно предоставите слово, когда вам будет удобно для этого, я даже мог бы кое-что из него процитировать и прокомментировать. Вот не тяжело ли ему было, идя по пути традиционной военной карьеры, где вот есть приказ, есть противник, есть складывающаяся тактическая обстановка, решать боевую задачу. А тут происходит переход уже к стратегическому планированию, фактически он становится политической фигурой, и главное, что ответственность, которая ложится на боевого офицера, она очень серьезная. Вот впервые он столкнулся с этим, когда он был назначен уже отдельным главнокомандующим Кавказской армии, когда Ермолов оставил свой пост. И вот тут есть ли какие-то воспоминания или какие-то средства о его отношении к службе, изменилось ли что-нибудь в его подходах и каких-то, может быть, личных письмах он пишет об этом. Потому что это очень важный момент, об этом, как правило, не говорят, не пишут в таких хрониках, да. А вот многое зависит тогда от человека. Правильно принять решение и выбрать те источники, организовать приток сведений и информации для принятия политических решений. А главнокомандующий – это первичный стратег? Ну, источники. Есть очень большая переписка его с императором, да. Очень большая часть использована. Что сохранилось? Да, при сохранении. Значит, есть семитонная биография такая, значит. Ну, биография незамысловатая. Это Щербатова, да? Да, Щербатова, совершенно верно. Там очень обильно использованы переписки, ну, почти без комментариев, да. Напечатаны приложения к этой переписке, довольно крупные, ну, правда, за более поздний период. Что касается других вещей, то в основном, ну, мнения Паскевича известны, так сказать, в материалах, которые посвящены польско-русской компании. Ну, разумеется, официальная страна известна, так сказать, и о его, так сказать, пребывании в качестве наместника Кавказа, так сказать. Но, что касается мемуаров, то мотивы, скажем так, мотивы его действий, они, конечно, с трудом вычленяются из общего потока, общего, очень непростого потока, так сказать, вот этих конкурирующих тенденций, а поскольку это высшая военная политика, это всегда имеет место. Что касается вот Кавказа, это проще, уже Польша, уже сложнее, да, ну, а уже, так сказать, период последнего семилетия царства Николая I, это особенно сложно. Очень часто я встречал, вот в оценках деятельности Пасковича, он на Кавказе сейчас, он с первого раза это обратил, он очень берег личный состав. Ну, о солдатах он всегда, он же на полинские войны. Избегал потерь, пытался договориться, чтобы сдались, без боя. Обычно он всегда предлагал, да, когда вот и карсер, жерун, сначала, да, это предлагал, да. Когда отказывались, тогда он начинал штурм, и опять же, если они, допустим, выражали желание прекратить сопротивление, он всегда охотно соглашался. Вы знаете, вот, я думаю, что здесь важен другой аспект. Дело в том, что Паскович очень рано и быстро осознал значение военной администрации. Что касается интендантской службы и снабжения, он очень тщательно создавал магазины и боевые, так сказать, запасы для ведения компаний, продовольственные, так сказать, и ее запасы вооружения, так сказать, и боевого питания. Здесь, в этом отношении, очень яркий эпизод, это венгерский поход 1949 года. Вот период, где сколько наговорили про нерешительность, там, про вялость действий, там, про все, вот этот поток идет на самом деле. Вот давайте себе представим, да, что собой представляла эта компания. Паскевич шел по абсолютно разоренной, более чем годичной войной стране. Венгрия была просто опустошена, да, продовольствоваться огромной армией было негде, да. Более чем 100 тысячной армией, которая перешла Карпатский перевал, так сказать, и спустилась на венгерскую армию, продовольствоваться было негде. Нужно было создать огромные, так сказать, коммуникации, протянуть их, так сказать, из царства, из, так сказать, из Трансильвании, значит, через Трансильванию, так сказать, с помощью лидерства, так сказать, из Молдавии и Валахии. И вот эти вещи необходимо было сделать, прежде чем обеспечить успешный успех, собственно говоря, в самой кампании, военный успех. Теперь, что касается его полководческих результатов, то он в этой кампании действовал просто блистательно. Блистательно с точки зрения самых высших требований военного искусства того времени. Он заставил главную неприятельскую армию капитулировать, не вступая в генеральные сражения. Он ее посадил в стратегический мешок между Тиса и Дунай. То есть он рассчитал переходы и движения с учетом самой наивысшей ее активности, таким образом, чтобы в конце концов петля замкнулась. Даже при всем том, что некоторые военачальники, типа того же Засса, который слишком активно повел бой в самом начале, он притянул на себя силы, венгерская сила Дёрдя, которая нужна была, чтобы они отступали дальше. Даже учитывая, что вот эти все нюансы, основная стратегическая задача была решена. И решена ее качественно, с минимальными потерями, которые здесь, в общем, с минимальными потерями для всей армии. Ну, я хотел добавить, что действительно такого блеска, как громовые победы там Суворово-Наполеона, там полностью разгромлены, там армия разбежалась. Вот. Такого не было, действительно. И вот оценки действительно очень противоречивые вот этого похода венгерского. Вот. И основания, в принципе, для критики тоже ведь есть. Потому что Паскевич уже в этом возрасте, уже был у него довольно пожилой, он за свою репутацию все-таки боялся случайно какой-то неудачи. Это же все, предыдущая победа, все это вот Суворов не боялся. Он до самого конца жизни смело на карту все ставил, все свою славу и побеждал. Наполеон не боялся. А вот многие полководцы, типа Евгений Савойский, да, они к концу жизни стараются не рисковать особенно. Именно. Ну, все свои победы сохранить и более-менее осторожно действовать, чтобы случайно вдруг не потерпеть какой-то неудачи и прочее. Вот. Есть данные, что он говорил, что войну мы выиграем одними маневрами, без генерального сражения. Просто вот будем их гонять и загоним вот в угол, как при Вологоше, там, зажмем между нами, русскими и австрийцами, и будем этим ждаться. Вот. Зачем мы зря кровь проливать? Вот. А есть данные наоборот, говорит, что он держал все силы, всю армию почти в кулаке. А мы же происходили, у них 30 тысяч было венгров, там, 30-40, а у нас 100 тысяч у Паскевича и 50 тысяч из Молдавии-Балахии, лидерцы и Гротингелем вошли. Я только добавлю, что венгры были, и мы были рассредоточены, и венгры были достаточно рассредоточены. А всего в целом их армия была раза в два с половиной больше, если брать все, что у них было, чем у них складали. Нет, нужно взять какие-то отряды, какие мелкие, которые там были рассеяны. Просто, простите, победа привела лишь и определяла результат всей кампании, потому что это самое крупное венгровское соединение, поражение которого влекло Лусамбольфовской фактически. Есть такая точка зрения, что он хотел навязать им генеральное сражение, пользуясь численным происходством, у него армия держалась в основном в кулаке. Но венгру это было невыгодно, а не искусственно, Гердей уклонялся и уводил с рейминга. В конце концов, Паскевич его загнал, поймал ловушку манерами своими, без крупных боев, но под Каморном наиболее крупное было такое сражение удачно. Но потом один аспект, мне не совсем понятен. Венгры предпочли нам сдаться, они были зажаты между русскими и австрийцами, но австрийцев ненавидели, они предпочли русским сдаться, они к нам лучше относились. Есть замечательное письмо генералу Ридигера, руководного командующего венгерской армии Артура Гюрдя. И когда они сдавались, они попросили пообещать им, что мы не выдадим их австрийцам. Я написал, что если я прошу ваш генерал, прошу вас стать своим корпусом между мной и австрийцкой армией. Но если за мной по пятам будут идти австрийцы, я обещаю от имени всей моей армии, что я буду драться насмерть. Мы все погибли, но австрийцам не сдадимся. Поэтому прошу вас стать и принять нашу сдачу. Это было особо оговоренно, конечно. Когда они сдались нам, и они рассчитывали, что мы их австрийцам не выдадим, а, не знаю, Паскевич был с этим согласен, но Николая приказал выдать, и австрийцы там многих казнили. Во-первых, он не приказал просто выдать. Во-первых, австрийский император Франц Иосиф дал честное слово, что никто из пленных вернирских генералов не лишится жизни. Но австрийский-то дал, но как они держат свои слова, в общем-то было известно. А фельдмаршал Хайнау их подверг смертной казни, а император потом, как говорится, пожал плечами, что Хайнау действовал сам. Ну да, стрелочники. То есть, короче, перевел стрелки на него. Ну вот так вот. Но сама по себе акция вероломная. Конечно, Николай Павлович был крайне этим возмущен, но дело было сделано. Победа венгерской революции, что это такое? Это победа политических планов верхушки, элиты, которая хочет на территории, где этнические венгры составляют 40% населения, построить венгерское национальное государство. Одному из них даже приписывают фразу. Ну, по легенде, это якобы Лавиш Кошу сказал, так сказать. Но надо еще уточнить, конечно, в источниках. Национальное меньшинство подобны раковые опухоли. Их невозможно лечить, их надо вырезать. Вот победа революции, это была бы... Можете себе представить, что это было такое? Это была бы огромная, так сказать, зона нестабильности у русских границ. Рядом находится Польша, и польские эмигранты активно участвуют, активно борются в составе венгерской армии, очень многие. Герои, так сказать, и участники войны, польско-русской войны, 1330-31 годов. И вот в этих условиях, поэтому Николай, который тянет до последнего, до тех пор, пока не вмешательство России в события в Европе становится просто невозможным с точки зрения нашей безопасности. Европейские революции 1848 года, которые называли «Весной народов», начались 12 января 1848-го на Сицилии. А затем распространились на многие страны Европы. События 1848 года сильно сказались и на общей ситуации в России. С одной стороны, русские войска участвовали в подавлении национального восстания в Венгрии, где они оказались по приглашению австрийской короны. Таким образом, российский император Николай I подтвердил, что он будет неукоснительно бороться с революционной заразой в Европе. С другой стороны, внутри России начались поиски собственных внутренних врагов – революционеров. События 1848-1849 года в российско-венгерских и русско-венгерских отношениях, а я немножко занимался этим, это очень такая тонкая, сложная, очень болезненная тема, начиная вот с известного венгерского поэта Шандера Петтофи, который исчез во время этих событий и по легенде зарублен русскими казаками. Там еще есть разные мифы. Но, тем не менее, вот эти пятна, они до сих пор, прошло столько времени, они все равно присутствуют. И вот этот разговор, который сегодня у нас состоялся, и вот эта очень тонкая тема с выдачей венгерских офицеров австрийской армии, и то, что они там погибли. В основном они именно из-за этого на нас вот так вот затаили обиду. В русской армии... Из-за армии Европы, после этого именно кличку нам приклеили. Приклеили это немецкие либералы, кстати говоря. Но добавим к этому, что, простите, первые, кто осуществили военную интервенцию во время событий 48-48 года в Европе, кто это был? Это был Наполеон III и французы, которые, так сказать... Ну, Италию поставили. Которые вступили в Италию, это с территории Италии, да, на территорию папского государства, подавили революцию в Риме и восстановили там власть, светскую власть папы, репрессировав местных, так сказать, римских республиканцев. И никто их жандармами Европы не назвал. Но они за цивилизованная страна. Все зависело от того, как, так сказать, кто раздражает и кого не любит больше. Для немецких либералов, которые, кстати, запустили эту кличку, как раз для них больше, так сказать, неприятием был Николай I в данном контексте. Переходим к Польше. Вы хотели документ один? Вы знаете, Польша, этот документ касается не Польши, а событий непосредственно в Восточной войне. Ну да, ну... Собственно говоря, изначально, когда обсуждался вопрос по мере развития Восточного кризиса, так сказать, изначально обсуждался вопрос, как нам действовать, да, каким образом добиться, чтобы Турция выполнила наши, так сказать, требования. Оккупация днайских княжеств в этих целях была припринята для того, чтобы оказать давление на Турцию, да. План предположения о десанте на Босфор могло рассматриваться только как высылка передового отряда русской армии, потому что следом за этим сухопутная армия должна была проложить коммуникацию через Болгару и Болгарию, потому что снабжать по морю корпус, который будет удерживать Босфор, мы не можем. У нас нет для этого транспортного тоннажа. Это все знали. Это да. Теперь, что касается дальнейшего развития событий. Но в ходе этого Австрия восприняла присутствие русских днайских княжеств как угрозу для себя, предъявила Россия ультиматум, да, то есть присоединилась в более мягкой форме фактически к ультиматуму Англии и Франции, вслед за этим отказалась подписать нейтралитет и фактически тоже присоединилась в мягкой форме к этому ультиматуму и Пруссии, да. Вот с этого момента фактически, да, Николай Паскевич начинает осознавать, что Россия оказалась в особых условиях, так называемой стратегической внезапности. Внезапность бывает нескольких уровней. Внезапность бывает тактическая, какого-то оперативного, так сказать, уровня, да, и стратегическая самая опасная, потому что стратегия не терпит никакой импровизации. Именно поэтому здесь показывается самая, самая, так сказать, самая наивысшая осторожность. В чем она заключалась? Россия оказалась одна в состоянии полной политической изоляции против коалиции великих держав, готовых, так сказать, начать с ней войну, и также в условиях В условиях военно-политического противостояния со всеми остальными великими державами, и не только великими. Это было очень редкое явление в новой истории, в истории великой державы. И надо учесть то обстоятельство, что впоследствии не понимало и русское общественное мнение, и отказывалось воспринимать историографическая традиция, что ни одна империя в мире таких войн никогда не выигрывала. Это была единственная в новой и новейшей истории война, которую Россия вела, будучи без единого союзника в Европе. Ни до этого, ни после этого такого больше не было. Вот в этих условиях Паскевич это понял очень быстро. И сразу понял, что это не 2012 год. Сохранился документ... Тем более на 13-е и 14-е годы, когда конец его на другую сторону. Сохранился документ, его записка написана личной его рукой, там дрожащий почерк, буквально весь, так сказать, он писал. В огромном волнении и напряжении, так сказать, записка 28 февраля 1854 года, в которой он об этой стратегической внезапности и заговорил в качестве первого военного советника императора, самого прославленного русского военачальника, официально прославленного, о котором государь говорил, что ты слава моего царствования, он начинает говорить с ним совсем о другом. О том трагическом положении, в котором находится страна. «Четыре европейские державы предлагают нам свой ультиматум. Мы находимся в том положении, что теперь вся Европа против нас на море и на сухом пути. Англия, Франция, Турция уже объявили войну. Австрия, можно сказать, на их стороне. Пруссия будет также вскоре увлечена. Никогда Россия не бывала еще в таковых тяжких обстоятельствах». Дальше он вспоминает 2012 год и пишет, что именно как раз в 2012 году вот этой самой стратегической внезапности не было. Наполеонское вторжение такового из себя не представляло. Он пишет, что при императоре Александре Павловиче в 1812 году Англия была за нас. С Турцией успели заключить мир. Неограниченное властолюбие Наполеона заставляло задолго предвидеть 1812 год и дало нам полтора года на приготовление. В 1810 году могли бы начать уже формирование новых полков. Весь 11-й год устраивали магазины резервов в тылу. И потому в 1812 году, начав отступление до самой Москвы, пополняли убыль войска к резервами. К фланге наши были свободны и все средства Англии в нашем распоряжении. Россия могла выдержать со славой борьбу с Наполеоном. Но теперь масштабы той войны, которая вырисовывается перед Россией, заведомо естественные пределы ее возможностей превышают. Ныне обстоятельства так быстро изменялись, что не дали нам возможности приготовиться. Дай бог, чтобы я ошибался, но мне кажется, нельзя уже сомневаться, что Пруссия будет действовать вместе с Австрией против нас. Имея двух неприятелей в центре, тогда как десанты французов на Черноморских берегах в одно время с австрийцами из Трансильвании выйдут на коммуникации нашей Дунайской армии, а Пруссаки обойдут наш фланг в Литве, мы уже не можем держаться ни в Польше, ни в Литве, а отступая не найдем магазинов. То есть война при таком раскладе сил угрожает России неминуемой потери царства польского, Литвы, Белоруссии и правобережной Украины. Дальше он пишет. Европа может повторить кампанию 12-го года, но невероятно избежит ошибок Наполеона. Она будет вести войну методически, отбросит нас за Днепр и отняв Польшу, усилится нашими же крепостями в царстве и Литве. Несчастья и потери тогда России трудно теперь предвидеть, и нужна будет счастливая война, чтобы вознаградить их и прийти в прежнее положение. Таковы, мне кажется, неизбежные последствия войны теперь против всей Европы. Пока она в соединении, мы с ней бороться не в силах. Теперь, чтобы выиграть время, что нужно сделать? Нужно вывести войска из Дунайских княжеств на заранее подготовленные позиции на Днестре, а затем необходимо всеми силами затягивать войну. Тогда может появиться реальный шанс удержать австрицию Прусаков от вооруженного выступления против России. И далее он завершает записку таким призывом. Конечно, больно для самолюбия каждого русского решиться теперь уступить, но со временем Россия поймёт, что от того зависела её судьба и благословит как спасителя того, кто великодушно решился теперь на пожертвование. Вот это очень важный принципиальный момент. Россия полтора столетия шла от победы к победе. Общественное мнение воспитано в духе, что мы полностью самодостаточны, что нам никто не нужен. Это секрет. А секрет заключается в том, что есть пределы естественных возможностей, о которых публика не задумывается. И общественное мнение не привыкло думать и обсуждать, отчасти по вине самого Николая Первого. В этом надо с этим согласиться. Режим цензурного террора, который напрасно раздражает общество, в котором уже резко возрос уровень общественного образования, интеллектуального развития, который нуждается в перспективе расширения публичной сферы. А Николай этого не осознаёт. Это те результаты, которые принесла политика Министра народного просвещения Сергея Семёновича Уварова, санкционирована самим же Николаем. Николай это всё сделал, а как распорядиться этими результатами, этими процессами, он не знает. И вот Паскевич здесь, он фактически оказывается вместе с императором в такой драматической ситуации. Что может их извинить? Весь XVIII век – это эпоха фактически непрерывных морских войн Великобритании, ну тогда уже, пожалуй, Великобритании и Франции. Первый был XIX век – это наполеоновские войны, затем очень длинное взаимное подозрение, особенно британское по отношению к Франции. Кто мог предвидеть, что эти две державы заключат военный союз против России? Это было чрезвычайно сложно сделать. Потому что вся история, как говорится, говорила против этого. Весь исторический опыт. И здесь ответственности с Николая Паскевича, это не снимает, я оговорюсь, но у них есть определенная доля оправдания. Вся дальнейшая стратегия России в Восточной войне была построена в основном на расчетах и предложениях Паскевича. И важно было еще то, что Пруссия вскоре заключила с Австрией оборонительный союз, который мог в определенных условиях перейти в наступательный союз, который предусматривал совместные действия в случае угрозы Германии. Это означало, что предложения барона Жемини, который предлагал нанести упреждающий удар по австрийцам, не дожидаясь, пока они сами выступят против нас, теперь становились крайне опасными. Потому что если хотя бы один русский батальон переходит австрийскую границу, значит, мы имеем дело со всей Германией, со всей Пруссией. И еще позади полмиллиона солдат Германского союза потенциально. Что нам остается? Удерживать Австрию от нападения и стараться свести наши потери в Крыму к минимальным уровням. Изолированный Крымский театр военных действий оставлял мало возможностей для того, чтобы Николаевская армия проявила свои наилучшие качества. Те, которые нужны ей в большой маневрной европейской войне. Там была война осадная и репозиционная. Война в теснинах. Война в горных условиях, в крайне тяжелой местности. Но важно то, что в качестве наихудшего исхода это могла быть потеря Севастополя, который с потерей Черноморского флота переставал, собственно говоря, уже отыгрывал свое стратегическое значение, хотя и сохранял пока еще моральное. Но удерживали время, выигрывали время. Но, в принципе, Паскевич предсказывал, что нам удастся истощить армию противника. И 11-месячная оборона Севастополя это сделала. А затем там будет патовая ситуация. Я хочу на этом прервать наш разговор сегодня, потому что мы вышли на очень серьезное обобщение, на которое, честно говоря, мы даже не планировали в начале программы. Но мы специально сказали, что Паскевич и его личность, деяние и тот фон исторический, на котором происходят эти события, важны именно для понимания ситуации тогда в Европе, в частности. И той роли, которая отводилась Россия в так называемом мировом историческом процессе. И он, к сожалению, не совсем совпадает с теми стереотипами, которые сложились сегодня у нас в понимании этого периода. Я думаю, что обязательно вернемся к теме и польского восстания, и действий Паскевича и русской армии в Польше. И вот эта линия на точку, которая была уже в царственнии Александра II поставлена, когда мы были в одном переходе от Константинополя, вот это чувство исторического одиночества, когда было сказано, наиболее остро первый звоночек был во время крымской кампании, а вот этот самый серьезный, еще, может быть, более серьезный, чем тогда, кризис был вот уже при Александре. Не было крепостного права, были железные дороги, а способностей в одиночку воевать с перспективой, так сказать, изоляции не было, как не было и в Крымской войне. Я благодарю за сегодняшнюю программу. Спасибо большое. А с вами, уважаемые зрители, мы встретимся, чтобы вновь поговорить о русской истории и об экскурсах в нее. Всего вам доброго. Наша программа завершена. Спасибо. До свидания. Спасибо большое. Спасибо.